Лучшее, что я попробовала за декабрь. Всем привет, ребята! Сегодня я снимаю очень новое и необычное для себя видео. Я назову это пилотный выпуск. И это будет пилотный выпуск моего видео про мои фавориты месяца. Я пока не знаю, как это назвать. Может быть, это будет лучшее за месяц или лучшее за сколько-то месяцев. Я не знаю, как часто я буду снимать такие видео. Или, может, я назову это... Муа-муа! Я не знаю. Пока это будет называться лучшие за декабрь. Потому что декабрь прошел, и за декабрь я попробовала кучу всего реально крутого. Отчего я просто в диком восторге. Я хотела бы поделиться этим с вами. Еще хотела сказать, что в конце этого видео вас будет ждать конкурс, который мы проводим совместно с магазином Интертоп. Это очень большой, знаменитый магазин в Украине. И я делала там заказ для своей сестры в подарок. Но об этом я расскажу вам в конце видео. Поэтому досмотрите до конца, и вас будет ждать очень классный конкурс. Первое, о чем я хочу вам рассказать, сейчас на мне. Это очень классные худи, свитшот. Я не знаю, как это правильно называется. Наверное, худи. Это худи от Tattoo Sweaters. Tattoo Sweaters это украинский бренд, от которого я просто без ума. Я его обожаю. Но этот худи я обожаю больше всего из того, что у них есть. Я не знаю, мне кажется, я не снимала его в этом месяце. И из 30 дней, 15-16 дней я точно его одевала. Хочу поговорить про волосы, потому что мои волосы были в таком ужасном состоянии. Они были убиты, они были как солома, потому что меня очень много в этом месяце красили. И очень много из этих крас были неудачные. Спасибо салону в Харькове, который просто уничтожил мои волосы в пух и в прах. Вот как бы они были одной длины, а теперь у меня одна волосинка такая, а вторая такая. Я делала разные уходы, пока была в Украине, но проехав в Корею, здесь вода очень сушит волосы еще больше. Я случайно зашла в магазин и увидела вот эту маску. Мне ее никто не советовал, вот никто мне не говорил, что она классная. Я просто увидела, что здесь написано Tsubaki. Tsubaki это японская фирма, хорошая, насколько я помню. Когда я была в Японии, все японцы ее хвалили. Я подумала, должна быть хорошая маска, на ней было написано новинка, топ. И вот здесь написано Premium Repair. Я подумала, восстанавливающе, супер, должно работать. Но так как сзади был только корейский язык, как вы можете увидеть, я вообще не знала, как она работает и так далее. Поэтому я пришла домой, как дурочка нанесла ее и ходила с ней 5 минут. А потом я зашла в интернет и прочитала, что это минутная маска, вы наносите ее на минуту и ваши волосы как шелок. И это правда работает. Мои волосы были как шелк, я могла их расчесать, они идеально блестели, они были гладкие. И это просто идеальная маска, которую я всем советую, если ваши волосы просто нуждаются в спасении. Как вы знаете, я нахожусь в Корее, поэтому я хотела попробовать как можно больше корейской косметики, чтобы понять, что действительно классно, а что не классно. И раньше я постоянно пользовалась вот этим кремом La Mer, он мне очень нравился, он очень хорошо увлажнял мою кожу. Но в Корее я попробовала вот этот крем, ну не только этот, но этот мне очень понравился. Это крем от фирмы Etude House, это корейская фирма, очень знаменитая. И крем называется Gold Darling, он просто прекрасный, он пахнет восхитительно, он с кусочками золота, но он мне нравится не потому, что он с кусочками золота. Классно увлажняет вашу кожу и она как у ребенка. Она прям как будто наливается соками. Единственное, что мне не нравится, это это огромные банки, я не люблю такие золотые банки, мне не нравится это все. Теперь я хочу поговорить про прыщи. Что-то меня здесь начало плющить прыщами, как вы можете заметить, наверное, и их ничто не может замазать. Я начала покупать вот такие вот патчи от прыщей очень разных фирм. Ты просто снимаешь, наклеиваешь и ходишь так, и якобы этот патч вытягивает все из прыща, и потом его нет. И многие патчи я пробовала, они не работают, а некоторые работают. Вот этот прыщ, он был омерзительный, просто мне не хотелось себя видеть в зеркале. Я надела этот патч в тане, убрал прыщ, и теперь он такой сухой, и через пару дней его не будет, поэтому вот эти патчи я однозначно советую. Говорим о тинтах. В Корее есть очень популярный макияж, который они делают. Но это не макияж, это просто макияж губ, можно сказать. Они красят губы тинтом, вот так. Только внутренняя часть губ. Получается вот такой какой-то эффект, я не знаю, зацелованных губ, что ли. И мне он очень нравится, эти тинты держатся весь день. То есть я сейчас накрасила губы утром, и я могу до вечера так ходить. Но это на самом деле очень плохо, потому что у меня через 2 часа съемка, и я накрасила губы в красный, но они как-то его смоют. Хочу показать вам мои фавориты. Вот этот тинт. Как блогеры должны делать? Как-то вот так. В общем, я просто оставлю внизу все ссылки, потому что я не могу вот так делать, у меня не получается. О, получилось. Это тинт от фирмы Peripera, натурального оттенка с розовинкой. И мой любимый тинт от Etude House. У меня есть даже 2 цвета, вот малиновый и красный. Мне как-то так тупо снимать видео про косметику, но это действительно очень классная косметика. Моя подруга купила мне вот такое масло для волос, где-то в украинском магазине, я не знаю в каком, я напишу название. И это масло мне понравилось даже больше, чем Moroccan Oil. И я думаю, что вам стоит его попробовать. Мне кажется, оно очень дешевое, но оно очень здорово увлажняет волосы, что ли, питает их. Мне понравилось. Сейчас мы быстро пройдемся по моим любимым маскам для лица. Покажу вам 2 моих любимых патча. Это мой самый любимый патч от Etude House опять. В общем, вы должны попробовать этот патч, это лучший патч на земле. Еще мне очень нравятся патчи от фирмы Petite Fee. Я думаю, такие патчи вы видели. Они уже почти заканчиваются, там чуть-чуть совсем осталось. Они гидрогелевые. Все хвалят Dr.Jart. Я пробовала очень много масок Dr.Jart, но мне они в основном не нравятся. Я не понимаю, почему их все хвалят. Но вот это, вот именно вот это мне очень понравилось. Это альгинатная маска. Мне кажется, Dr.Jart делает самые лучшие альгинатные маски. И из всех альгинатных серий вот эта альгинатная маска самая приятная. Считайте, что вы сделали поход к косметологу у себя дома. В Корее все пользуются вот этими кушенами, кушонами. И этот кушен мне очень нравится. Я вообще не крашусь, как вы знаете, но я решила, что я хочу купить кушен, потому что у меня сейчас лицо не идеально выглядит. И кушен дает такое сияние. Вы видите, вот лицо так блестит. У него очень красивый, как говорят модные блогеры, сатиновый финиш. Я не знаю, что такое сатиновый финиш, если честно, но так говорят. Мне просто нравится, как он работает. Это Тони Молли. Называется он Double Cover. И здесь есть SPF, что самое главное. И мне он очень понравился. Эти духи мне очень понравились. Они называются... Нет. Они называются Girls Can Do Anything. Ну, это у меня сделали... Для меня они сделали кастомизированные, на которых написано и на Can Do Anything. Это, кстати, очень приятно. Если вы не пробовали их, сходите в какой-то магазин. Может, вам тоже они очень понравятся. Хочу показать вам то, без чего я сейчас не могу жить ни дня. И это мои очки для зрения. Точнее, это не очки, это оправа, которую я купила в Украине, когда я находилась в Украине, в магазине Lux Optica. Да, вы можете в Lux Optica купить любую оправу на ваш любой вкус. Мне кажется, мне идет эта оправа. Я не знаю, почему мне так кажется. Но самое главное, что в этих очках я вижу мир. Это очки Gucci. Модель я не помню какая, поэтому я добавлю в описание. Мне очень понравился кредитный кардхолдер. Раньше мои карточки всегда лежали в карманах, или я клала в чехол от айфона, и они постоянно размагничивались. И я когда-то была за границей, в общем, в другой стране, я прилетела в аэропорт и пошла покупать кофе, а моя карточка не работает. И я такая, что такое, на ней что нет денег, такого не может быть. Я достаю другую карточку, а она тоже не работает, а оказывается, потому что я носила в чехле от айфона все, с айфоном. Оно все размагнитилось, и я сидела, и такая, классно. И я была тогда в Вене, и у меня не было денег, и я просила прислать мне по Western Union. Но теперь я не ношу больше карточки с айфоном, кошелек я не ношу, потому что у меня никогда нет денег, и поэтому у меня есть кредитница. Вот так она выглядит. Она очень классная. Это австралийский бренд, он называется The Dylan Cain. Она мне действительно невероятно нравится. Я очень долго искала кредитницу, которая бы мне понравилась, и мне понравилось вот это. И я еще люблю Австралию. Это не относится к одежде, но я просто в восторге от этой вещи. Когда я была в Финляндии, мне в магазине одном посоветовали, там продавали кашемир, вот такую вот штучку. Она чистит карточки с одежды, с любой. И я теперь чищу... Я раньше брила одежду, свитер кашемировый, допустим, карточки появлялись, я его брила. А теперь у меня есть специальная штука для карточек. Я брила свитер, что я говорю. Это прекрасно. Теперь я хочу рассказать вам про мой любимый бренд Honor, он из Финляндии тоже. И я полюбила их шапки больше всего на земле. Это самые красивые шапки, которые они делают, или вообще у кого-то кто-то делает шапки. Я на где вставлю. Если вы хотите что-то очень красивое на зиму, вы должны зайти на сайт Honor, потому что это невероятно красивая одежда. Хочу рассказать вам про конкурс, который мы проводим с магазином Интертоп. Недавно на сайте я выбирала сапоги для своей сестры, потому что я нахожусь сейчас в Корее, мои страны находятся в Украине. Я хотела сделать ей подарок и выбрать что-то очень классное. Я начала смотреть, как я могу сделать заказ онлайн. Выбирала очень долго на сайте. На сайте все было очень просто, легко и удобно. Надо просто зайти, выбрать модель, которая вам нравится. Можно проверить, доступна ли эта модель в вашем городе. Если нет, можно заказать ее. И все такое. И недавно они и пришли, и она просто в восторге. Зайдя на сайт, можно очень удобно найти бренд обуви, который вам нравится. Я выбирала Steve Madden. Условия конкурса необычайно простые. Нужно подписаться на канал Интертоп. Ссылку я оставлю внизу под этим видео. Оставить на время конкурса подписки открытыми. И в комментариях написать ссылку на свою социальную сеть, чтобы мы могли с вами легко связаться. И через две недели мы уже разыграем рандомно на сайте Лиза Лнейр пару обуви. Вот ту, которую я оставила внизу под видео. Так что заходите, смотрите. И я желаю всем удачи в этом конкурсе. Я очень люблю проводить конкурсы. Мне всегда так приятно, когда получаю подарки не только я, но и вы тоже. Поэтому, ребята. Еще хотела рассказать вам про книги, которые мне в этом месяце необычайно понравились. И первая книга, которая просто поразила меня. Я читала ее не отрываясь. Я прочитала ее за два дня. Я просто такая, нет, мне надо ее дочитать. Мне надо ее дочитать. Это слишком интересно. И эта книга называется «Параллельные миры» от Митио Каку. Я оставлю ссылку внизу. Если вам интересна тема космоса, астрономии, астрофизики и всего этого, вам понравится. Я обещаю. Еще мне в этом месяце очень понравилась книга «Путь к светам и советской космонавтике». Эта книга очень интересна. Автор Анатолий Александров. Я думаю, на это надо тему космоса закрывать, потому что я советую только книги про космос. Но назовем этот месяц «Декабрь космическим». В декабре у меня было какое-то такое немного одинокое состояние. И мне хотелось постоянно пересматривать «Унесенные призраками». «Унесенные призраками» — это мой любимый аниме-мультфильм. Я не знаю, как это назвать. Аниме-фильм «Хаяо Миядзаки». Мой любимый персонаж этого фильма — это «Безликий». Я всю жизнь хотела сделать себе татуировку «Безликого». И я, когда смотрю этот фильм, слушаю саундтреки к нему, у меня просто как, я не знаю, душа плачет. И я получала огромное удовольствие от просмотра других фильмов «Хаяо Миядзаки» в этом месяце, «Татора», «Хорячий замок». И если вы не видели их, хочу уверенно, что многие видели, посмотрите, я уверена, вы не пожалеете. Даже если вы не любите аниме, я вам обещаю, это вам понравится. Вы просто полюбите «Хаяо Миядзаки» больше всего на свете, как люблю его я. Я бы хотела еще, быть может, советовать вам музыку, которая мне нравилась в этом месяце, но я не уверена, хотела бы я или хотели бы вы, и как это делать, потому что я человек музыки, как вы знаете. Я живу музыкой, музыка — это моя любовь, я без музыки не представляю свою жизнь. Мой день начинается с музыки, заканчивается с музыки, и все такое. Не знаю, буду ли я снимать такие видео в дальнейшем, мне важно ваше мнение, интересно ли вам такое или нет, потому что я, снимая это видео, хочу привиться с вами товарами, которые я действительно любила. И если вам это не интересно, мне нет смысла их снимать, я и так знаю, что я любила, понимаете. Поэтому скажите, пожалуйста, понравилось ли вам, хотите ли вы в дальнейшем такие видео. И спасибо за просмотр, мне пора собраться на съемку. Спасибо, ребятки. Пока. Хорошего дня. Наверное, кто-то у меня музыка играет.